об этом почему-то я ни разу не видел ну про тимоти лири спрашивает тимоти лири или для вас это чуждо и это не приемли ну понимаете это же просто что такое лсд да это мы военно-медицинская академия изучали лсд как боевое отравляющее вещество вот свое время на складах были запасы нет мы его изучали как боевое отравляющее вещество мы не на себе не на других его не тестировали ну вот потому что запрещено использование химического оружия а на себе мы последние идиоты использовать химическое оружие вот значит ну там зарин заман лсд вот они как бы и хлором еще можно людей отравить вот хлор мы точно делали это к уборной убирали это было да поэтому значит да почему это боевое отравляющее вещество потому что она является аналогом серотонина то есть это значит по сути дела химическая формула которая очень похожа на наш естественный нейромедиатор но такая как бы в нем есть дополнительных несколько химических связей которые приводят к тому что если два синапса обмениваются значит серотонином там что там из присинаптической мембраны выбрасывается серотонин в постсинаптической мембране есть и есть рецептор который должен схватить этот серотонин после того как он схватил импульс пошел вверх ну то есть мы получили команду что импульс перешел из как бы из электрической в химическую часть перешли потом снова в электрическую да значит а у значит аналогов этих у них есть и в этом смысле все и кокаин и вся это было бы да она одного порядка вот это аналоги естественных нейромедиаторов которые интенсифицируют переход то есть там как бы на одну серотонина то есть там на 100 серотонина там приходится одна сила как кумулятивный эффект у этих у этих веществ такой что импульс становится очень мощным вот и вы просто берете свою голову который так вообще плохая не ваши конкретно наши всех вот у нас люди к плохие мозги вот они плохо работают они занимаются они думают вы думаете постоянно всякую ерунду мало делаете по делу что-то правда же я точно такой же вот цифрозависимые приматы ну в общем что про него и вот мы на протяжении длительного времени 25 лет пытались сформировать сети чтобы структурировать работу отдельных нервных клеток в рамках каких-то режимов чтобы хоть какой-то от нас был прок чтобы могли концентрировать внимание перерабатывать информацию представлять себе что то что мы когда имеем дело с текстом и так далее и вот это структура на соплях держащаяся честно говоря да почему что такое альцгеймер альцгеймер это у вас в дефолт системе сейчас это доказано связи начинают распадаться распадение связи дефолт систем приводит к тому что вы превращаетесь в больного альцгеймера и тут вы без как бы еще как бы альцгеймер не пришел а вы говорите да скорее же значит отравляете мозг этой истории к вот он конечно разгоняется конечно в этот момент можете галлюцинировать бредить и так далее тоже как я и сказал как у шизофреников но вы понимаете чем шизофрения заканчивается и чем последняя стать шизофрения какая распад личности конечно вот распад личности заметьте да ну то есть вот вся дефолт система рушится ну то есть просто если вы постоянно разгоняете то связи перестают быть функциональными как бы перестают они не изнашиваются просто знаете если это как пропустить больший ток через сеть ну как бы просто вылетают пробки там еще что-то ну как бы он очень-очень тонкие настройки мы вообще соображаем мало после 30 лет уже придумать что-то оригинальное просто вообще по очень сложно ну как бы сколько да и мало что правда мы после 30 лет пользуемся теми как бы сказать алгоритмами которые мы сформулировали до 30 но не надо никого в иллюзиях так сказать держать на тропы есть у вас инсульт вот мега дозы в общей системной терапии ничего вот да и соответственно что энштейн когда написал все свои 26 ньютон когда 23 21 до 23 там было у него потому что есть дифференциальную уравнению с этого начала потом там уже соответственно законы вот и все вот ну как бы это все очень в молодом возрасте происходит дальше мы просто пользуемся ему то есть это очень хреновый аппарат вы знаете чем он закончил да ну так ну да я просто вот ну как бы ну на насильственно погружать себя в психозы ну то есть это же тоже самое обычно делирий вот ну как бы делили соответствующие всей этой истории и потом как-то на этом что-то строить но на мой взгляд это просто ну как бы если кто-то что-то хочет попробовать вот это не я не обсуждаю вот но если кто-то пытается из этого сделать какую-то науку он играет с огнем или какую-то практику или еще что-то все эти бесконечные поездки в перу все эти айвазки там и так далее полная катастрофа людям просто разрушают мозг вот они после этого начинают какую-то галиматию верить и дальше все рушить еще своей жизни в общем короче говоря отношусь к этому как это как психиатр к психическому расстройству да я это из при этом портреты всегда обычно мужские когда высокие мыслители ну и я честно говоря гендерного исследования этого вопроса не проводил вот ну знаете вот в чем дело мы пытаемся найти какие-то легкие способы каких-то чего-то как бы значимого я сейчас не буду говорить женщина известная вот у меня что-то варится не может свариться и вот я трахнул и прямо все у меня попрет ну вот ну как бы ну вот если не сваривается вот то попрет только току току стока беда попрет понимаете вот я просто поскольку много имел дело с пациентами с наркотическими расстройствами вот или просто который поэкспериментировали принятие после этого у них началось это же можно стригерить любое психическое расстройство вот можно выпить на депрессии после этого войти в такой этот бет трипа так называемый что вас потом оттуда будут на аминозином твой аминозином 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 вынимать потом месяц понимаете поэтому да поэтому ну как бы я отношусь к этому да и я просто говорю что это такое эти вот наивный способ что но вы задаете вопрос ну как бы такой не как бы не имеющий мы только сейчас занимаемся изучением генетических корреляций да и они пока не вот но как бы как бы чуть-чуть еще дайте ген инженерии поработать она ответит вам на ваш вопрос ну вот пока мы не можем вот да и я просто не ввиду что это ожидание легкого чуда какого-то просто не трудом не попой понимаете не не этим а вот как-то что то вот я очень трахну и у меня все папа и папой попрет ну вот кто трахнул не поперла ну вот просто ну покажите мне его пальцем вот я знаю много кого поперла но вот но они все просто потом и кровью и собственным психом собственные собственные там я не знаю жертвами своими вот из-за чего прет они из-за того что там какая-то ну вот